Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Кто в Израиле гора, а кто Магомед, к географии и этнологии это отношение не имеет. Зато напрямую относятся к кампании бустерной вакцинации населения против коронавируса. Третью прививку, которая особенно важна пожилым людям, уже два месяца можно получить на дому, вызвав медиков по телефону или через сайт. Но такой услугой можно воспользоваться только когда выход из дома слишком затруднен. Однако много людей, у которых нет возможности добраться до центров вакцинации. У кого-то нет личного транспорта, а поездка в общественном пугает. Кому-то не хочется просить подвезти родных и знакомых, кто-то бы и вызвал ради этого такси. Но цены кусаются, а пенсия невелика. Вот для таких людей на прошлой неделе были организованы передвижные пункты вакцинации. Они фактически кочуют от подъезда к подъезду, оказываются в шаговой доступности и успевают за короткое время привить все население того или иного жилого массива. За последние дни этой медицинской услугой воспользовались тысячи израильтян. Однако подобные передвижные пункты вряд ли смогут свободно попадать в арабские города и деревни, и особенно в бедуинские стойбища. А именно там, в местах компактного проживания израильских арабов и бедуинов, наихудшая по стране ситуация с вакцинированием и заболеваемостью. 40% тяжело больных COVID-19 в Израиле относятся к арабскому сектору населения. Арабы и бедуины чаще других отказываются от прививочной кампании. Следом за ними по числу антиваксеров репатрианты из бывшего СССР. Русскоязычные израильтяне не доверяют вакцинам Pfizer и Moderna. По данным Минздрава Израиля, в первые две недели октября первую дозу вакцины получили 6 167 126 человек. Это 66% населения страны, 91% взрослого населения. Вторую дозу получили 5 671 471 человек, 61% населения страны и 83% взрослого населения. 3 672 418 человек привиты третьей дозой. Это 39% населения страны и 54% взрослого населения. По числу вакцинированных Израиль остается одним из мировых лидеров. Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы. И процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди вакцинированных. Среди граждан возрастной категории 60+, тяжелобольных и непривитых 126 человек на 100 тысяч. Тяжелобольных и привитых без бустера 21 человек на 100 тысяч. Тяжелобольных и привитых с бустером всего 2 человека на 100 тысяч населения. При этом на данный момент среди тяжело больных в категории 60+, непривитых 170, привитых без бустера 51 человек, привитых с бустером 26 человек. В возрастной категории младше 60 лет непривитых среди тяжело больных абсолютное большинство. Еще одна важная новость. Ожидается, что во время планируемого на октябрь визита главы правительства Израиля Нафтали Беннета в Москву, где он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, израильский премьер может объявить о полном признании в Израиле вакцины «Спутник-5», что даст привитым ею российским туристам свободно посещать Израиль.